В 3D-конструировании есть различные методики построения 3D-формы. Лофт, Нетворк, Тисплайнс. Лофт-построение. Хорош для перестроения мэш-скана человека в 3D-манекен. Ретопология, то есть переформирование поверхности из неровного бугристого несимметричного мэша в гладкую красивую 3D-форму тела производится с помощью лофта быстро и наиболее качественно. Выправляются объемы, перестраивается асимметрия, выглаживаются неровности. Даже не имея опыта, ошибиться здесь сложно. Четкий и понятный алгоритм работы даст гарантированный качественный результат за полчаса работы. Строить же одежду лофтом не очень удобно. Поверхность получается одноразовая. Перестроить ее с другими прибавками на свободу или вообще поменять форму сложно и муторно. Удобно перестроить скан клиентов 3D-манекен лофтом, а потом уже строить одежду с помощью Тисплайнов. Тисплайн по строениям возможно быстро получать самые разнообразные формы одежды, далеко уходя от анатомичности 3D-манекена. Тисплайны допускают множество вариантов топологии поверхности. То есть взаимное положение вершин и ребер может быть бесконечно разнообразным. Ничто не ограничит вашу фантазию. Но вот разрезать форму по рельефам и выточкам будет не очень комфортно. Тисплайновая форма – это набор полиповерхностей. И ваше платье или пальто может состоять, к примеру, из пяти кусочков. Каждый раз, переходя через границу поля и поверхностей, рельефную линию придется начинать строить заново. Нарушается ее гладкость и усложняется перестроение. И, соответственно, лекала придется собирать по частям. Цельной развертки не будет. Нетворк построение. Этот способ позволяет управляемо перестраивать одежду, меняя прилегания, прибавки и форму в разумных пределах. Если одежда будет строиться нетворком, то и скан клиента удобно будет сразу перестраивать нетворком, тогда перейти от манекена к одежде быстрее всего. По сути, сам манекен и есть облипка скана. В чем преимущество построения одежды нетворком перед дисплайновым построением? Нетворком 3D-одежда получается единой цельной поверхностью, на которую очень удобно наносить линии. Причем этот процесс можно автоматизировать так, что линии будут наноситься. На 3D-форму сами, но под вашим четким контролем. Вы будете работать по карте поверхности, контролируя положение линий на объемной форме. Мы хотим, чтобы вы поняли, что нет идеальной, подходящей всем методики. У каждой есть свои плюсы и минусы. И каждый мастер 3D-конструирования имеет свои наиболее удобные ему наработки, подходящие для стоящих перед ним задач.